Всем привет! Меня зовут Анатолий. Добро пожаловать на канал Ящик с инструментом. Сегодня ждет вас интереснейшее противостояние дорогущих топовых инструментов. Сегодня мы ответим на главный вопрос, кто делает инструмент лучше, американцы, либо же немцы. Короче, сравнение 160-х бокорезов. С одной стороны у меня два топовых немца, это НВС и Книпикс. С другой стороны у меня такие же топовые, но только американцы, это Кляйн Тулс и Чаналог. Надеюсь, я вас заинтриговал. Присаживайтесь, по возможности коротко, но как обычно интересно. Для тех, кто смотрит впервые, это не обзор человека, который купил американский инструмент и хвастается, типа, я купил американский инструмент, какой же он, зараза, прекрасный. Я вам все не просто покажу, какой он, как он выглядит, и ничего им кусать не буду. Это полноценный тест сравнения, в котором мы будем кусать разнообразные материалы и выжмем из этих бокорезов максимум возможного. Давайте знакомиться поближе. Книпикс Кляйн Чаналог. Первое, что мне здесь не нравится, это однокомпонентные чехлы. Но дело не в том, что я денег сэкономил и купил подешевле, а в том, что 160-й размер в Америке не популярен. У них более популярен именно 200-й. Здесь выбор чехлов большой, а на 160-х вот эти две штуки практически найти нереально. Поэтому брались именно такие. Для примера, если берем Книпикс обычный и, например, с диэлектрическими чехлами, надеюсь, вам видно. Ширина гораздо больше и, опять же, они мягче. При одинаковом инструменте, но, например, разных чехлах двухкомпонентными кусать гораздо легче, гораздо удобнее. Опять же, они не скользят. По ценам. Если брать ссылки, которые мне скидывал Заур, то Книпикс стоит 30 долларов. Кляйн 33, Чаналог 17. По нашим деньгам 2200-2500-1300. Первое. Книпикс и Кляйн примерно одинаково стоят. А Кляйн, например, и Чаналог разница практически в два раза. Далее, если берем наши магазины, то Книпикс у нас стоит также 2200. И для примера, например, у нас в магазинах можно взять также немецкий инструмент. Это у нас НВС. Стоит он 2000 рублей. Но по чехлам, сами видите, уже будут двухкомпонентные. Следующее мнение, оно немного субъективно, но, на мой взгляд, немцы очень сильно заморачиваются над брендированием, опять же, производством инструмента. Если ты берешь Книпикс в руки, то вот этот Книпикс здесь выбит изначально. То есть на заводе заморочились, сделали пресс-форму, чтобы, когда отштамповывается деталь, здесь было изначально написано Книпикс. Чтобы ты понимал, что ты купил Книпикс, а не какую-то хрень. Если мы берем, например, НВС, здесь прямо изначально на пресс-форме выходит деталь, написано Made in Germany, с другой стороны Zollingen. То есть ты понимаешь, что ты купил немецкое. Опять же, обработка детали, все четенько, гладенько, офигенно, рукам приятно. Если мы берем вот этих двух американцев, обработка в разы хуже. То есть я каждую вот эту хрень чувствую, просто, ну, ногтем зацепляюсь за каждую. Ну ладно, фиг с ним. Если мы берем брендирование, то здесь просто гравировка с краской. Ну, блин, может я большего ожидаю, но, к примеру, Zubor из Китая за 300 рублей. Вот китайский инструмент, обработка материала один в один такая же, брендирование такое же. Поэтому, на мой взгляд, когда я беру вот эти три инструмента, вот это мне кажется, знаете, какой-то Тайвань дешманский, но нифига не Америка. А здесь вот прям понимаешь, что ты взял Германию. Короче, внешний вид, это дело субъективное, выбирайте сами, нравится, не нравится. Но самое главное, на что эти штуки способны. Поэтому приступаем к самому интересному, а именно тестированию. Но прежде чем мы начнем что-то кусать, давайте посмотрим кромки до тестов, как они выглядят. Кромки до тестов. Книпекс. Новый. Кляйн. Все то же самое. Нулячий. Чанелок. Краска здесь немного сбита, но в принципе мы им ничего не кусали, поэтому нулячий. То есть все сводится, все ровненько. Немного теории перед тестами. Трое бокорезов перед вашими глазами. Первое, что вы сразу же, наверное, видите, это Книпекс длиннее на чуть-чуть. Это 5 миллиметров. И именно в рукоятях. За счет этих манипуляций рычаг у Книпекса должен на чуть-чуть, но все-таки быть больше. Далее. Расстояние от центра шарнира до края режущих кромок. Чем меньше это расстояние, тем легче резать рычаг больше. Если мы посчитаем расстояние, у Книпекса это 7 миллиметров, Чанел, точнее это Кляйн 9 миллиметров, а вот у Чанелок это 10 миллиметров. Из всего этого Книпекс должен резать легче, а вот эти хуже. Сейчас посмотрим, как это выглядит на практике. По характеристикам. Здесь немного сложно. Про Кляйн и Чанелок я вообще ничего не нашел в интернете. На упаковке Кляйна вообще ничего не написано. Написано, что это 6 дюймов. Опять же, какой-то прекрасный инструмент. А что за характеристики, всем походу посрать. Но, например, если мы берем Книпекс, то в любом магазине написано, что максимум мягкая проволока это 4 миллиметра, твердая проволока максимум это 2 миллиметра. Но первое, с чего мы начнем, это медь. Разнообразные кабели, посмотрим, на что они способны. Книпекс, полтора квадрат. Чанелок. Кляйн. Из всего, что есть, Книпексом резать намного легче. Книпекс ПВС 3х2.5. Легко. Кляйн. В разы сложнее. Чанелок. Чуть полегче, но, опять же, почему-то он как-то больше мнет. Короче, немножко затупил. Уже после полторашки, двух с половиной, тест на бумажку, которую вы просили. Книпекс кусает вообще прям идеально. Чувствуется, знаете, звуком даже, что прям аккуратно, легко это все дело кусает. Если берем Кляйн. Ну, так. Может, конечно, подзатупился за это время, но кусать кусает, но не то. Если берем Чанелок, примерно то же самое. Опять же, куснуть может, но здесь прям, знаете, прям хруст этот ощущается, что прям нулячий. При этом, покусали они одинаково, два с половиной, полтора. Также еще у меня есть веревка. Давайте попробуем ее. Книпекс. Не смог. Давайте Кляйн. Кляйн куснул лучше, но усилия, которые я приложил, было гораздо больше. Не знаю, с чем это связано. Чанелок. Ну, здесь вообще. То есть, он куснуть куснул, но давайте со второго раза. Ну, так себе. На мой взгляд, он тупее всех. Шесть квадрат плоский. Книпекс. Очень тяжело кусается. Мне сил не хватает. Осилил. Ну, знаете, как десятку я кусал недавно клещами. Кляйн вообще, по-моему, это что-то нереальное. Вообще нереально. Просто он даже его промять не может. Для примеру, кабелерез. Вообще просто, легко, даже не напрягаясь. Чанелок. Попробуем им. Вообще тяжело. Мнет лучше, чем кляйн, но... Давайте для примера. У меня еще есть НВС. НВС. НВСом легче это все делается. 16 квадрат. Книпекс. Чанелок. Тяжелее. Кляйн. Тяжелее также. Для примера, НВС. 25 квадрат. Кляйн. Вообще прям тяжело. Прямо небо и земля. Плюс эти ручки просто неудобные. Все скользит. Не знаю, я не могу осилить. Чанелок. Опять же, после кляйна. Просто сил не хватает. Мы просто медь кусаем, даже не сталь. Хрен собачий. НВС. Я одной рукой это делаю. Понимаете, парни? Одной рукой. Просто беру и кусаю. Да, тут рычаг есть, но все-таки. Тем же самым книпексом я могу одной рукой это сделать. Короче, я немного расстроен, но может быть диаметры большие и тому подобное. Но в электрике я привык всю жизнь работать 160-ми бокорезами. Это реально мой любимый размер. Короче, давайте попробуем. Тросы, сталь и тому подобное. Может диаметры поменьше и кусать будет по-другому. Трос 1 миллиметр. Книпекс. Кляйн. Чанелок. Книпекс. 4 миллиметра. Трос. Одной рукой не смог. Двумя смог. Но слишком близко к шарниру. Давайте еще разок. Кляйн. Ну, вообще никак. Просто никак. Сил не хватает. Замять замял, но ничего не прокусил. Давай чуть-чуть подальше попробуем Чанелок. Четыре миллиметра трос всего лишь. Просто сил не хватает. То же самое. На мой взгляд, полнейшее говно. Давайте еще раз книпексом. Ну, чувствуете, да? Книпекс. Цепь. Три миллиметра. Сможет, не сможет. 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 Вообще прям тяжело. Но, скусил. Еще разок. Опять же, в принципе, что-то смог. Ой, зараза. Тяжко вообще. Кляйн. Сил просто не хватает. Вообще никак. Чанелок и цепь три миллиметра. Пробую. То же самое, что и кляйн. Вообще никак. И это всего лишь три миллиметра. Даже до лотка не дошли четвертого. Капец. Я расстроен. Не. Давайте сразу же. Вот прям у меня силы сейчас есть. Чуть пониже вот здесь возьмем. Это у нас будет НВС. И попробуем НВС. Чувствуете, да? Немцы. Книпик 160 против самореза. Тяжело. Кляйн против самореза. Ох, очень тяжело он его кусает. Но смог. Давайте хоть второй раз еще. Чанелок против самореза. Я, короче, решил зачитырить. Уже руки просто устали. Это у нас перчатки. Очень тяжело. Ну, осилил. И еще один разочек. Давайте покусаем бумажку и посмотрим, что стало с заточкой после тестов. Опять же, кусает. Ну, примерно так же, как и было. Около того. Кляйн. Ну, в принципе, ничего не поменялось. Все то же самое, хреново кусает. Книпикс. Надеюсь, вам слышно. Чуть-чуть похуже стал. Но, в принципе, гораздо лучше, чем вот эти двое. Ну, и тест веревки. Надеюсь, вам видно разницу. Кляйн. Книпикс это все делает легче. Кромки после тестов и подводим итоги. Книпикс. На мой взгляд, как было, так и осталось. Только красочка ушла. Надеюсь, также видно вам риски, которые находятся на кромках. Они помогают фиксировать разнообразные материалы. Короче, на мой взгляд, все как новое. Кляйн Тулс. В принципе, металл достаточно неплохо. Все выжило. Замятий никаких я не вижу. Просто они тупые. Вот и все. Чанелок. На мой взгляд, все то же самое, что и Кляйн. Все живое. Но заточки этому инструменту очень сильно не хватает. Первое. Хочется выразить огромную благодарность за Урус, канал электромонтаж USA, за помощь в приобретении этих инструментов. Ссылка на его канал будет находиться в описании. Второе. Что все-таки докупить для этих бокорезов? Опять же, хочется сделать небольшой интернационал. К примеру, там, Камаса, Цунода, Крафтул, НВС и тому подобное. Опять же, тот же самый Милуоки. Интересно вам это, неинтересно? Опять же, пишите в комментариях. Не за горами тесты двухсотых. Что для них покупать? Опять же, тоже интересно ваше мнение. Ну что, сами все видели. Что вы об этом думаете? Пишите в комментариях. Но если интересно мое мнение, то слушайте. На мой взгляд, вот это, знаете, как слово-то подобрать. Знаете, одно выкинем. Короче, вот это, братья, на мой взгляд, денег своих не стоит. Стоит дороже, чем Книпикс. При этом металл не хуже. Но смысл они не режут ни хрена. Зачем покупать бокорезы, которые дороже, чем Книпикс, которые не режут? Ну, честно, я не понимаю. Это деньги на метер. Опять же, все говорили, не говори говно. Вот не говори, что это говно. Скажи какое-нибудь другое слово. Если знаете другое слово, напишите в комментариях. Я буду так их называть. Ну, на мой взгляд, это говно за большие деньги. То есть, на первом этапе, 160-е бокорезы, немцы просто по щекам. По поводу Книпикса. В общем, в прошлый раз многие бомбили, что когда мы делали сравнение китайского НВСа и обычного, немецкого, мы использовали мой старый Книпикс, которым я давно работаю. Все сказали, он кусает хреново хуже, чем китайцы, потому что он старый. По факту, купили новый, ну, большущей разницы я не вижу. На мой взгляд, НВС кусает лучше, при этом стоит дешевле. На этом у нас сегодня все. Если данное видео оказалось интересным и полезным, отблагодарить нас достаточно просто. Лайк, репост, подписка и тому подобные простые действия. Для вас достаточно непросто, но эти действия помогают нашему каналу расти. Спасибо вам огромное за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, на второй канал. До новых встреч. До новых встреч. Продолжение следует...